Дорогие друзья, я рада вас приветствовать на канале Наш Семейный Очаг. Сегодня я хочу с вами поговорить о вопросе возраста обучения чтения. Мне пришел такой вопрос. Ребенку 2 года и 4 месяца. Он уже хорошо болтает, похоже, логически мыслит. При этом не хотелось бы его насиловать. Но мне кажется, что ребенок способный. Имеет ли смысл начать его читать? Когда лучше начать? И как? Есть уже книга «Начало чтения для самых маленьких». Мне кажется, за этим вопросом стоит немного больше, чем потребность определить оптимальный возраст для обучения чтения. И я предлагаю нам вместе с этим вопросом разобраться. Мне кажется, что нужно начать с таких вопросов, почему нам надо, почему нам хочется научить ребенка читать рано. Кому лучше? Для чего лучше? И зачем ребенку вообще уметь читать? И, наверное, не только ребенку, но вот взрослому тоже, да? Так как вы мне не можете сейчас дать обратную связь, я попробую ответить на эти вопросы сама, так как я их для себя вижу. Вам я буду очень благодарна, если кому-то захочется написать в комментариях, что для вас стоит за этими вопросами, что вы думаете. Для меня, почему, собственно, имеет смысл вообще читать, что за чтением стоит? Для меня чтение ассоциируется со словом познание, развитие. Мне кажется, что многие интеллигентные, умные люди читают. И поэтому для меня чтение – это такое ценное, полезное времяпровождение. Я также сама много получаю удовольствие, когда я читаю. И теперь получается, что вроде бы трудно поспорить совсем с этим. Как-то прекрасное занятие чтения. Почему бы не учить ребенка читать, да? Но это, мне кажется, ведет к такому другому убеждению. Не значит ли это, если мы считаем, что чтение – это вот такое прямо прекрасное времяпровождение, что мы убеждены, что вот то, чем сейчас наш ребенок двух-трех лет занят, то это не совсем полезное времяпровождение. Немного, так сказать, такое дураковаляние, что ли, да? Что он там делает, наш малыш. А вот чтение – это да, это серьезно. А что, собственно, делает двух-трехлетний ребенок? Он, наверное, много двигается, ходит, бегает, залезает куда-то, поднимает предметы, может быть, складывает их в какую-нибудь коробку, в корзину, потом, может быть, высыпает, роняет предметы, наверняка бросает. Не всегда нам это нравится. Смотря что бросает. Хорошо, если мячик. Что еще делает? Пытается засунуть один предмет в другой, да? Откручивает что-нибудь, закручивает, пытается разобраться. То есть одним словом изучает окружающий мир. И вот это такое немножечко не структурированное изучение окружающего мира, исследовательская такая деятельность, очень важна для умственного развития, для когнитивного развития. В этот момент у него формируются связи и происходят синаптические передачи, которые, собственно, и способствуют вот этому умственному развитию, которое, наверное, для многих родителей важно. Это так по-умному звучит, когнитивное развитие, да? Когда ребенок играет в сюжетно-ролевую игру и придумывает сделать что-то понарошку, по-игрушечному, договаривается об этом. И даже, может быть, нам сообщает об этом, говорит, вот это вот будет не фломастер, а сейчас это будет ложка, и я буду есть кашу. Это вот признак того, что у него появились умения, которые ему потом потребуются для чтения. Смотрите, почему. Ведь мы же с вами, когда изучали алфавит или создавали алфавит, фактически договорились, что вот это будет буква А для всех, и звук у него будет такой А, и так по поводу всех остальных букв. И это достаточно абстрактное такое понятие. То есть нам нужно было всем договориться про то, что что-то, что не является этим, будет этим. То же самое происходит, когда мы договариваемся, что вот это вот не фломастер, а ложка, вот это вот не камушек, а подушка, вот это вот не кирпичик, а машинка. То есть вот это вот то, что ребенок делает во время сюжетной роли по игры, на самом деле очень важно. А давайте подумаем, зачем нам вообще необходимо читать. Ну и детям, и взрослым. Наверное, для получения какой-то дополнительной информации об этом мире. Допустим, мы в Австралию не ездили, а прочли книгу про нее, или еще что-то исследовали, изучили. Когда же вот эта вот потребность получить дополнительную информацию появляется? И, соответственно, тогда, наверное, в этот момент и имеет смысл начать какое-то обучение, чтение. Потому что до этого очень важно, чтобы ребенок получил вот эту вот исследовательскую базу того, что он знает про этот мир в таком практическом смысле, не в каком-то таком абстрактном, о чем он там будет читать. И потом, базируясь на том, что он уже знает, и что он уже видел, и что он уже трогал, и что он уже крутил, поворачивал, вот на этом эти дополнительные знания будут, тогда они будут иметь смысл. Ну, точного возраста, конечно же, когда имеет смысл учить вашего малыша читать, наверное, просто не существует, потому что, во-первых, все дети разные, потому что все родители разные. Ну, давайте так общую такую рекомендацию дадим, попробуем дать. Такой специалист, как Леонид Некин, он педагог и специалист по домашнему обучению, рекомендует начинать обучение чтению в 6 лет минус первый этап обучения чтения. Первый этап – это знакомство с алфавитом, знакомство с буквами, знакомство со звуками, потом складывание их в слоги. То есть в среднем получается это 5 лет. А нашему малышу сколько было? Так, 2 года и 4 месяца. Это что же получается, что до 5 лет мы ничего не будем делать по поводу чтения? Нет, конечно. И даже если с учетом, так сказать, индивидуальных особенностей, допустим, мы решим, что нашему ребенку необходимо учиться читать чуть раньше, в 4 года, все равно получается, что какой-то перерывчик. Перерывчика не будет. Не будет, потому что вот сейчас с 2 до, может быть, 4 лет у нас есть огромная возможность помочь ребенку в том, чтобы потом чтение пошло просто прекрасно. тем, что мы создаем условия для свободной игры. Как я уже говорила, свободная игра, игра – это огромное значение для умственного развития, для связей, для того, чтобы потом чтение приносило, опять же, удовольствие. Иногда мы будем включаться в эту игру, и я подчеркиваю, только иногда. Нет, мы не должны все время играть с нашим малышом. Те, кто иногда включается, тем плюс в карму. А так, возможно, это будет просто свободная игра и свободное передвижение по квартире. Мы читаем, конечно же, много читаем нашему малышу, но читаем с учетом его индивидуальных особенностей и с учетом его возрастных особенностей. То есть, если в два года нашему малышу важно переворачивать страницы быстрее, чем мы успеваем их прочесть, мы не будем настаивать на такой структуре. Нет, я еще не дочитала до конца страницы, мне надо обязательно дочитать. И только тогда мы можем перевернуть страницу. Если ребенок двух лет берет книгу кверх ногами и пытается ее читать именно в таком виде, мы не выхватываем ее и не переворачиваем, не говорим, вот так надо держать. Если в три года нам не удается закончить всю историю, и мы видим, что ребенок уже утомился и не хочет ее слушать до конца, мы вполне можем так взять и отложить книгу и сказать, о, дочитаем в следующий раз. А также мы используем включенное чтение. Включенное чтение – это значит, мы обращаемся к малышу, возможно, с какими-то вопросами. Мы делаем паузы и даем ему возможность закончить фразу. Жила-была, правильно, бабка и детка. Мы используем сюжеты с повторяющимся сценарием. Таких сюжетов очень много в русских народных сказках, они не случайны. И когда наш малыш неожиданно в 101-й раз просит нас прочесть одну и ту же книгу, которая нам, возможно, уже немножко поднадоела, мы, возможно, соглашаемся, потому что это не так плохо, если он ее читает еще и еще раз. Ну и, конечно же, мы по ходу дела периодически называем разные буквы. Они там могут и на упаковках встречаться, какие-то мы купили продукты, может быть, сидим за столом, коробка стоит, там буквы. Мы, возможно, делаем какие-то надписи во время игры. Допустим, строили, строили, строили мы и построили гараж. А давай-ка надпишем гараж, возьмем вот этот кусочек бумажки и на нем напишем Г, Р, а вот это вот у нас будет А, а вот Ж, а теперь давай мы его приклеим липкой лентой к этой нашей постройке. Конечно же, мы много говорим о буквах, является ли это обучением. Ну, по-своему, да, но по большому счету это все-таки игра. И, конечно же, мы не тормозим наших ребенка, если он спрашивает нас показать буквы, показать, как читать. Мы наблюдаем за нашим малышом, смотрим, что ему на самом деле интересно, и следуем за его интересами. Я надеюсь, что вы из этой встречи вынесли что-то больше, чем конкретный возраст, когда оптимально обучать ребенку чтению. просто задумались о том, что же, чем же, чем же вообще занимается ребенок вот в этом достаточно младшем возрасте, когда он еще не сидит за партой и не занимается серьезными делами, что вот эти вот все не очень серьезные дела на самом деле не только являются фундаментом для будущего, но и в данный момент они являются очень важным и нужным делом для малыша. Я рада буду вас видеть и ответить вам на другие вопросы, обсудить с вами. Пишите в комментариях, что волнует вас, о чем думаете вы, и как у вас обстоят дела с чтением, с игрой, с малышом или с ребенком постарше. До свидания!